Всем привет, друзья! На связи Телеген Денис. Сегодняшнее видео будет посвящено ремонту ванной комнате, где вместо ванны у нас установлен душевой поддон, который мы сделали собственными руками. Относительно этого поддона я уже снял 3 видео, но они выходили непосредственно друг за другом с интервалом. Поэтому многие подписчики мне писали в комментариях, где начало или где продолжение. Поэтому я решил снять отдельное видео, где мы делаем этот поддон от начала и до конца. И начнем мы с самого начала. Вначале у нас был ремонт от застройщика. Поэтому первое, что мы сделали, это провели демонтажную работу. Так как у нас есть стены более штукатурной цементной известковой штукатуркой, то ее мы сбили. Стены выложены из кирпича, поэтому для новой штукатурки мы выбрали цементно-песчаную. Мы пользовались уже готовой цементно-песчаной штукатуркой М150 фирмы Руссиан. Естественно, что ванная комната это то помещение, где должна быть соблюдена геометрией. Поэтому углы у нас здесь строго по 90 градусов. М150 фирмы Руссиан М150 фирмы Руссиан И провели разводку на горячую-холодную воду и на слив. У нас вначале стоит унитаз. Это естественно, потому что унитаз должен быть максимально ближе к основному стыку. И за унитазом у нас идет душевой поддон. Тут главное при подсоединении слива не допустить ошибку, которую допускают многие. Они соединяют слив унитаза и слив душевого поддона в одну линию. То есть идет труба сотка на унитаз, внизу стоит переходник на 50 и трубой на 50 идет слив на поддон. При таком подсоединении, спуская воду с унитаза, часть воды у нас попадает в основной стояк, а часть воды попадает в 50-ю трубу, через сифон выходит наружу душевым поддоном. Для того, чтобы это избежать, необходимо делать так, как сделали мы. У нас две отдельные линии. Отдельная линия сотка идет на унитаз и врезается в основной стояк. И отдельная независимая идет линия на слив душевого поддона, который также в самом конце врезается в основной стояк. Следующим этапом у нас идет изготовление самого душевого поддона. Многие выкладывают душевой поддон из кирпича, но мы сделали следующим образом. Мы насверлили в полу отверстие и с интервалом в 20 см мы забили в эти отверстия штыри из оцинкованной стали. Потом мы сделали опалубку и залили ее пескобетоном М300. Таким образом у нас проявилось такое импровизированное корыто из литого бетона. В это корыто мы установим сливной трап для душевого поддона. Так как у нас сам поддон длиной на всю ванну, то мы будем использовать не круглый трап, а длинный. Трап длиной метр двадцать немецкой фирмы «Гиего». Так как этот трап соединяется на двух резьбовых соединениях с прокладкой, плюс идет труба пятидесятка, во избежание течи нам этот поддон, импровизированная эта корыто, необходимо покрыть гидроизоляцией. Мы использовали водную акриловую гидроизоляцию немецкой фирмы «Кнауф». А в местах стыка, стене и в углах, там где наибольшая вероятность появления трещин, мы сделали специальную ленту гидроизоляционную также немецкой фирмы «Кнауф». Гидроизоляция 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...